Маш, ты очень красиво сегодня выглядишь! Прям вообще супер! Спасибо! Ну, теперь говори, что тебе нужно? В смысле? Кирилл, не прикидывайся. Пожалуйста, давай резче. Эээ, да что резче? Это была законченная мысль. То есть ты просто сделал мне комплимент, и сейчас не будет фразы в стиле Маш, дай списать домашку, да? Даже в мыслях такого не было. За кого ты меня вообще держишь? Ладно, извини. За комплимент еще раз спасибо. Мне было очень приятно. Я старался. От чистого сердца, правда. Почему ты так странно смотришь на меня? Ты хочешь еще что-то сказать? Да ну, в принципе, нет. Говори. Да у меня там небольшие проблемы с решением задачи по математике возникли. И я подумал... Все ясно. Значит, я была права. Нет-нет, ты не подумай. Ты действительно хорошо выглядишь. Можешь не напрягаться. Держи свою математику. Спасибо большое. И еще раз. Я это сказал не для того, чтобы... Все, закрыли тему. Пиши уже, а то не успеешь. Прикинь, Ксюша сегодня снова не будет. Пишет, что до сих пор болеет. Жаль. Хотя она, в отличие от нас, дома сидит и вообще не парится. Кирилл, ты во всем найдешь позитив. Тебе лишь бы в школу не ходить. А что? Дома хорошо, тепло, кушать всегда есть, а на кондовны нет. Ну, не знаю. Насчет последнего я бы поспорила. Ирина Анатольевна достаточно частый гость у тебя дома. Я же не виноват, что она любит ко мне захаживать раз в месяц. Давай будем честными. Как раз ты и виноват. Начни нормально учиться, и она перестанет это делать. Сомневаюсь. Ты же знаешь. Всем привет. А чего так странно одеты? Это мы странно одеты? Ты сейчас серьезно? Сонь, ты что, постирала все свои вещи? Чего ты так вырядилась? Эй, вы что? У нас же вообще-то в школе сегодня пижамная вечеринка. Какая еще пижамная вечеринка? Самая обычная, на которой веселятся, бьются подушками и пьют компотик. Соня, я, конечно, ни на что сейчас не намекаю. Но с тобой все в порядке? Откуда эта инфа? Ну, мне вчера вечером пришло сообщение, что в школу нужно приходить всем в пижамах. Типа будет туса. Блин, так это старый развод. Ты что, не в курсе? Развод? То есть вы хотите сказать, что меня разыграли? Типа того. Но ты не парься. У нас так каждый год шутят. И каждый год кто-то ведется. Кирилл, а я тебе когда-нибудь говорила, что у тебя очень бесящий смех? Вот прям очень. Соня, не злись. Все нормально. Ничего страшного не произошло. Ребята, ау, перед вами сидит человек в костюме Стича. В школе. В будний день. По-вашему, это нормально? Послушай, Ирина Анатольевна бывает тоже как оденется, поэтому... Блин, точно. Сейчас еще и Анна Кондовна придет. Бежать некуда. Старайся быть просто максимально незаметной. Машуль, спасибо за совет. Сейчас только капюшон натяну и все, у меня здесь нет. Ой, ну ты, конечно, даешь. Почему ты нам не позвонила? Кстати, да. Можно было и набрать вчера. Узнать, поинтересоваться, переспросить. Честно скажу, у меня даже в мыслях такого не было, что в том сообщении может быть какой-то подвох. У меня тоже. В смысле ты что, тоже вот так приходил? Это было два года назад. Кирилл пришел в школу в образе Спайдермена. Ну там просто была не пижамная вечеринка, как у тебя, а костюмированная. Прикольно. И что, вы за это время так и не вычислили, кто это? Не, догадки, конечно, были, но не более. А жаль. Мне бы очень хотелось узнать имя этого человека. А лучше посмотреть на него. О да, я тебя понимаю. Мне в свое время тоже хотелось его найти. Ну знаете, если говорить по-честному, то в этих розыгрышах что-то есть. В смысле, хорошее. То есть тебе нравится? Маша, это случайно не ты отправляла нам сообщение? Нет, не я. Но в целом пижамная вечеринка это прикольно. Согласитесь, я бы тоже была не против прийти в школу в таком виде. И что дальше? В смысле, то, что ты и говорила в начале. Подушки, веселье и тому подобное. Разве не круто? Слушайте, так что нам мешает воплотить это в жизнь? Здесь? Сейчас? Так мы с Моей Шоей Деты не подвескоду. Перестань. В этом деле главное создать правильную атмосферу. Куда это она? Кажется, я тебя и понял. Кажется, я тебя и понял. Кажется, я тебя и понял. Ирина Анатольевна, вам не кажется, что наши дети стали себя намного лучше вести? Ой, Елена Юрьевна, тьфу-тьфу! Лишь бы не сглазить! Уже несколько дней подряд как шелковые ходят. Это, я считаю, ваша заслуга. Да прекратите Еленой Юрьевной меня нахвалить. Я же, наверное, вся красная сижу. Ничего страшного. Как говорится, страна должна знать своих героев. А герои должны получать премию. Подождите, вы сейчас намекаете, что я в этом месяце получу... Да. Вы сейчас правильно все поняли. Не вижу никаких причин лишать вас вознаграждения. Какая замечательная новость. Ладно. Бегите на урок. Не буду вас больше задерживать. Спасибо, Елена Юрьевна. Что это? Фух, я уже не могу. Вот это мы устроили здесь. Да уж. Но согласитесь, зато весело было. Даже спорить не буду. Единственное, чего не хватает, так это пижам. Нам с Кириллом. Ничего, у вас еще все впереди. До конца учебного года еще время есть. Это точно. Но пока нам здесь нужно навести порядок. А вот это правильно. Давайте, девочки, приступайте. По-моему, кому-то мало досталось. Так это легко исправить. По-моему, кому-то есть. Я так понимаю, премия отменяется? Увы, Ирина Анатольевна. Увы. А мы сейчас все объясним. Увы, Ирина Анатольевна. Увы, Ирина Анатольевна.